Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы с вами на прошлом занятии рассмотрели работу Владимира Ильича Ленина социализм и война, как вы помните. Там в основном вопрос стоял о том, как марксизм относится к войнам, почему войны бывают справедливые и несправедливые, и как относиться вообще к войнам, что без анализа событий, которые предшествовали войнам, и без анализа участников этих войн, конечно, нельзя относиться так, что однозначно к войнам. Ну и этот вопрос, конечно, в современное время тоже непростой, потому что войны продолжаются, как вы знаете, локальные, не мировые, но локальные войны, последние, после Второй мировой войны довольно часто, и сейчас идет очень, такая война, очень нехорошая, война с фашизмом, но это все, конечно, присуще империализму, никуда от этого не денешься. И сегодня я хотел бы вам предложить еще одну работу Владимира Ильича Ленина, которую он назвал «О карикатуре на марксизм и об империалистическом экономизме». Эта работа также была написана в период Первой мировой войны, если предыдущая социализм и война была написана через год после начала, то эта работа была написана уже через два года, то есть в августе-октябре 2016 года, и, естественно, Владимир Ильич не мог обойти еще раз вопрос отношения к войнам и конкретно к Первой мировой войне, как бы некоторый анализ дал после двух лет проведения войны. Ну и теперь конкретно, значит, прежде чем приступить к конкретному анализу событий, вот, и Владимир Ильич как бы во вступлении объясняет, почему он говорит, так называл свою работу, о карикатуре на марксизм и об империалистическом экономизме, и говорит по этому поводу, что победа марксизма в революционном движении в начале 90-х годов прошлого XIX века сопровождалась появлением карикатуры на марксизм в виде тогдашнего экономизма и листочкизма, без долголетней борьбы с которым искровцы не могли бы отстоять основ пролетарской теории политики ни против мелкобужуазного народничества, ни против буржуазного либерализма. Ну и еще тут некоторые вещи он как бы предваряет в своем вступлении, я хочу вам порекомендовать, эта работа довольно значительная, прочитайте сами, очень интересные мысли излагает Владимир Ильич, но мы коснемся той части этой работы, которая актуальна сейчас, вопросы, которые актуальны сейчас в наше время. И вот первый вопрос, который рассматривает здесь в своей работе Владимир Ильич, он так и назвал, что марксистское отношение к войнам и к защите Отечества, то есть то, о чем мы говорили на прошлом занятии. И здесь он говорит, что фразы о защите Отечества в данной войне облыжно выдают империалистическую войну 1914-1916 годов, войну из-за раздела колоний и из-за грабежа чужих земель, за национальную войну. В теперешней империалистической войне, которая порождена всеми условиями империалистической эпохи, то есть явилась не случайно, не исключением, не отступлением от общего и типичного, фразы о защите Отечества – суть обман народа, ибо эта война не национальная. В действительно национальной войне слова «защита Отечества» вовсе не обман, и мы вовсе не против нее. Как надо отличать действительно национальную войну от империалистической, прикрываемой обманно-национальными лозунгами? Именно для отличения надо рассмотреть «Лежит ли в основе длительный процесс массовых национальных движений свержения национального гнета?» Комментарием к этому вопросу, говорит Владимир Ильич, является брошюра «Социализм и война», которую мы с вами рассмотрели на прошлом занятии. В этой брошюре черным по белым написано, «что социалисты признавали и признают сейчас законность, прогрессивность, справедливость защиты Отечества или оборонительной войны только в смысле свержения чуженационального гнета». То есть, как понимать надо эти слова Владимира Ильича, то есть справедливая война может быть только, когда борются против чуженационального гнета, то есть против порабощения кем-то каких-то наций, народов и так далее. А теперь он переходит далее к анализу понятия «защита Отечества». Он всегда, это вот и в заголовке «защита Отечества», и здесь в тексте он берет это слово в кавычках, потому что «защита Отечества» в той империалистической войне, о которой он говорит, она, конечно, была притянута, это понятие было притянуто за уши. И по этому поводу он говорит следующее. Что такое «защита Отечества» вообще говоря? Есть ли это какое-либо научное понятие из области экономики или политики? Нет, это просто наиболее ходячее, общеупотребительное, иногда просто обывательское выражение, означающее оправдание войны. Ничего больше равнёхонько ничего. Вот так он говорит по этому поводу. Обыватели способны всякую войну оправдать, говоря «мы защищаем Отечество», тогда как марксизм, не принижающий себя до обывательщины, требует исторического анализа каждой отдельной войны, чтобы разобрать, можно ли считать эту войну прогрессивной, служащей интересом демократии или пролетариата, в этом смысле тогда законной, справедливой. Лозунг «защита Отечества» есть сплошь да рядом обывательски, несознательное оправдание войны, при неумении исторически разобрать значение и смысл каждой отдельной войны. То есть прежде чем давать оценку войне, нужно тщательно анализировать, разобрать значение участников войны и так далее. То, о чем я вам сказал, о чем говорит Владимир Ильич. Дальше он говорит, что марксизм дает такой анализ и говорит, если действительная сущность войны состоит, например, в свержении чуженационального гнета, то война прогрессивна со стороны угнетенного государства или нации. Если действительная сущность войны есть передел колоний, тележ добычи, грабеж чужих земель, такова война 1914-1916 годов, тогда фраза о защите Отечества есть сплошной обман народа. Как же найти действительную сущность войны? Как определить ее? Война есть продолжение политики. Надо изучить политику перед войной, политику ведущую и приведшую к войне. Если политика была империалистическая, то есть защищающая интересы финансового капитала, грабящая и угнетающая колонии и чужие страны, то и война, вытекающая из этой политики, есть империалистическая война. Если политика была национально-освободительная, то есть выражающая массовое движение против национального гнета, то война, вытекающая из такой политики, есть национально-освободительная война. Ну, вроде предельно ясно, разъясняет Владимир Ильич, как относится марксизм к войну. И далее он говорит, что обыватель не понимает, что война есть продолжение политики, и потому ограничивается тем, что день неприятель нападает, неприятель вторгся в мою страну, не разбирая, из-за чего ведется война, какими классами, ради какой политической цели. Для обывателя важно, где стоят войска, кто сейчас побеждает. А для марксиста важно, из-за чего ведется данная война, во время которой могут быть победителями то одни, то другие войска. Ну и, как бы, небольшой вывод из вышесказанного, и он делает так, что, коротко, война между империалистическими, то есть угнетающими целый ряд чужих народов, опутывающими их сетями зависимости от финансового капитала великими державами или в союзе с ними, есть империалистическая война. Такова война 1914-1916 годов. Защита Отечества, есть обман в этой войне, есть оправдание ее. Война против империалистических, то есть угнетательских держав со стороны угнетенных, например, колониальных народов, есть действительно национальная война. Она возможна и теперь. Защита Отечества со стороны национально угнетенной страны против национально угнетающей не есть обман, и социалисты вовсе не против защиты Отечества в такой войне. Самоопределение наций есть то же самое, что борьба за полное национальное освобождение, за полную независимость против аннексий, и от такой борьбы во всякой ее форме, вплоть до восстания или до войны, социалисты не могут отказаться, не переставая быть социалистами. Ну и, как бы, заключая этот мысль, это о войнах вообще и о войне первой империалистической, то есть войне, как он говорит, 14-16 годов, потому что он только вот эти первые два года прошли с того момента, как он написал эту работу. Владимир Ильич говорит, что войны – суть продолжения политики, поэтому раз имеет место борьба за демократию, возможно и война из-за демократии, то есть самоопределение наций есть лишь одно из демократических требований, ничем принципиально не отличающиеся от других. Мировое господство есть, говоря кратко, содержание империалистической политики, продолжением которой является империалистическая война. Отрицать защиту Отечества, то есть участие в войне демократической, есть нелепость, не имеющая ничего общего с марксизмом. Прикрашивать империалистическую войну применением к ней понятия защиты Отечества, то есть выдавая ее за демократическую, значит обманывать рабочих, переходить на сторону реакционной буржуазии. Вот так, как бы он кратко начал работу с анализа войн вообще и прежде всего, конечно, той войны, которая тогда шла, первой империалистической. Ну и далее, в этой же работе он переходит к краткому анализу империализма как источника войн. И по этому поводу он как бы говорит следующее, что, чтобы понять, почему между великими державами, многие из которых стояли в 1789-1871 годах во главе борьбы за демократию, то есть когда шла борьба за демократию, то есть за буржуазную демократию против феодализма, так надо понимать эту мысль Владимира Ильича. Так вот, многие из которых стояли во главе борьбы за демократию, могла и должна была возникнуть империалистическая война. То есть по ее политическому значению самая реакционная, антидемократическая. И чтобы понять это, надо понять общие условия империалистической эпохи. То есть превращение капитализма передовых стран в империализм. То есть если борьба за демократию при зарождении капитализма против феодализма была как бы прогрессивной, то когда капитализм перешел в стадии империализма, то есть это уже совсем не то, что совсем уже не как бы не демократическое развитие событий, а именно что это уже реакционная война и империализм сам по себе реакционен. Так надо понимать Владимира Ильича. Ну и далее он переходит как бы к анализу. Почему империализм настолько реакционен, что он может привести и фактически приводит к войнам и привел к Первой мировой войне. Вот некоторый анализ экономический и дает здесь же в этой работе Владимир Ильич. И по этому поводу он говорит следующее. Экономический империализм или эпоха финансового капитала есть высшая ступень развития капитализма. Именно такая, когда производство стало настолько крупным и крупнейшим, что свободу конкуренции сменяет монополия. В этом экономическая сущность империализма. Монополия проявляется и в трестах, в синдикатах, и в всесилии, и в концентрации банковского капитала и так далее. В экономической монополии все дело. Политической надстройкой над новой экономикой, над монополистическим капитализмом, а империализм есть монополистический капитализм, является поворот от демократии к политической реакции. То есть на стадии империализма капитализм переходит от демократии, говорит Владимир Ильич, к политической реакции. Финансовый капитал стремится к господству, а не к свободе. Далее, вот дав такую ему краткую характеристику монополистическому капитализму, Владимир Ильич говорит, выделять внешнюю политику из политики вообще или тем более противополагать внешнюю политику внутренней, есть в корне неправильная, ни марксистская, ни научная мысль. И во внешней политике, и во внутренней одинаково империализм стремится к нарушениям демократии, к реакции. В этом смысле неоспоримо, что империализм есть отрицание демократии вообще, всей демократии, а вовсе ни одного из требований демократии, а именно самоопределения наций. Ну, почему он возвращается уже второй раз к самоопределению наций, потому что сама по себе работа, поскольку мы только частью затрагиваем, она была значительной ее часть посвящена полемике с оппортунистами, а оппортунисты там как раз делали упор на самоопределение в тот период. И далее, продолжая давать характеристику, экономическую характеристику империализма, Владимир Ильич говорит, империализм есть экономический, монополистический капитализм. Чтобы монополия была полной, надо устранить конкурентов не только с внутреннего рынка, то есть рынка данного государства, но и с внешнего, со всего мира. Есть ли экономическая возможность в эру финансового капитала устранить конкуренцию даже в чужом государстве? Конечно, есть. это средство, финансовая зависимость и скупка источников сырья, а затем и всех предприятий конкурента. То есть монополистический капитализм, ему мало, тесновато на внутреннем рынке, конечно, он требует как бы захвата в лучшем случае для него, конечно, как он считает, всего мира. и далее продолжая анализ, Владимир Ильич говорит, крупный финансовый капитал одной страны всегда может скупить конкурентов и чужой политически независимой страны и всегда делает это. Экономически это вполне осуществимо. Экономическая аннексия вполне осуществима без политической и постоянно встречается. Ну, я думаю, что империализм и в настоящее время не так уж сильно изменился. и вы, наверное, прекрасно знаете, что большинство тех предприятий, которые прибыли даже в нашей стране, прибыли на нашей стране, они уже давно скуплены империалистами, как Соединенных Штатов, так и некоторыми другими еще. Далее Владимир Ильич говорит, самоопределением наций называется политическая независимость их. Империализм стремится нарушить ее, ибо при политической аннексии экономическая часто удобнее, дешевле, потому что легче подкупить чиновников, добиться концессии, провести выгодный закон и прочее. То есть, подручнее, спокойнее, совершенно так же, как империализм стремится заменить демократию вообще олигархией. Олигархия, вы знаете, сейчас очень даже неплохо управляется с экономикой некоторых государств, в том числе и с нашим. Далее, анализируя экономический империализм, Владимир Ильич говорит, получается именно такое положение, что империализм противоречит, логически противоречит всей вообще политической демократии. Демократическая республика противоречит логическим капитализму, ибо официально приравнивает богатого и бедного, то есть, противоречия между экономическим строем и политической надстройкой. То есть, есть такое противоречие в период империализма. И с империализмом, говорит Владимир Ильич, у республики тоже противоречие углубленное или усугубленное тем, что смена свободной конкуренции монополии еще более затрудняет осуществление всяких политических свобод. Спрашивается, говорит Владимир Ильич, что изменяется в рассматриваемом отношении при замене капитализма империализмом, то есть, домонополистического капитализма монополистическим. И говорит, только то, что власть биржи усиливается, ибо финансовый капитал есть крупнейший, дорожший до монополии, промышленный капитал, слившийся с банковым капиталом. Крупные банки сливаются с биржей, поглощая ее. Это основной, говорит Владимир Ильич, признак империалистической стадии капитализма. Вот на этом я бы хотел и остановиться. Вот на этом хотел бы остановиться. И еще раз порекомендовать всю работу прочитать. Очень любопытные мысли излагает здесь Владимир Ильич вот как раз к концу второго года Первой мировой войны. Ну и конечно неплохо было бы проанализировать и как идут настоящее время войны и какое к ним отношение у марксистов должно быть. То и предлагаю рассмотреть на следующем занятии. Ну все, у меня, пожалуйста, такие вопросы. Давайте насчет следующих доклад вывесим. Это будет последний доклад в этом учебном году. Мы уйдем на каникулы. А сейчас пока вопросики давайте попробуем позадавать те, которые были к предыдущему видео, остались в комментариях. Они говорили запозданием. Ну, первый вопрос это о том, что товарищи справящиеся, что такое справедливо и несправедливо и в частности на нашем примере, а что такое справедливая и несправедливая война. Ну вот мы только что, Владимир Ильич, уже во второй работе рассказывали, что такое справедливое. Справедливое это когда идет война за освобождение от чужестранного гнета, как он говорил. То есть народ хочет, народ какой-то страны или нации хочет освободиться. от чужестранного гнета. У этого справедливая война. То есть там в тот период было целый ряд колоний, целый ряд, вся Африка, почти вся Азия, Латинская Америка, все они были колониальными странами, то есть они были зависимы от империалистических держав. И конечно там войны были справедливые. И у нас допустим какие-то возможны были войны в то время, если бы против допустим феодализма там возникали восстания, помните, там и Разина и Пугачева и так далее. Это тоже можно сказать, что справедливые были восстания. То есть а несправедливые войны это когда идут вот между империалистическими группировками тогда тоже первая мировая война тоже было две группировки. Вот они запередел рынков сбыта, запередел колоний, запередел сырьевых рынков между собой. особенно конечно Германия была недовольна, что у Англии и Франции вон сколько было колоний, у нее совсем чуть-чуть. Вот она как бы стала инициатором этой первой мировой войны. Ну так раз вы заговорили про сегодняшний день в том числе, так вот мы смотрим на Украину, да, она отстаивает свою государственную независимость. Нет, Украина-то ничего не отстаивает. Это вопрос совсем другой. Это вопрос все-таки на следующем занятии рассмотрим. Я только хочу сказать кратко, войну-то надо рассматривать не с прошлого года, не с 22-го, а с 14-го, когда война-то почему началась? Потому что не захотели под фашистским государством Донецкая и Луганская народная республика жить. И они сказали, нет, мы не хотим жить под фашистским правлением. Мы хотим остаться демократическими государствами. И поэтому они стали против. А фашизм, который там был организован, ну, бандеровщина будет, но это разница невелика между бандеровцами и фашистами. Они организовали войну против этих народов, которые не захотели под их игом жить. Вот тут, конечно, со стороны ДНР, ЛНР война была справедливой, тут уже ничего не скажешь. А вот насчет тех бандеровцев, которые хотели насильно заставить подчиниться фашизму. О чем может идти речь? Это просто кратко, но все-таки более глубоко проанализировать, давайте отдельное занятие проведем, анализ этой войны, которая сейчас идет на Украине. вы предупреждали вопрос, который в чате появился, сразу же про ДНР первый вопрос. Мы будем считать, что вы ответили. Давайте ко второму вопросу по поводу империализма. А вот тут тоже была дискуссия прямо перед сегодняшним занятием. Смысл следующий, что капитализм в последнее время изменился, в новой стадии, не как империализм, потому что есть финансовый капитал, появился. Империализм это и есть финансовый капитал. Пленин же об этом говорил, что слияние банков с промышленным капиталом, это и есть финансовый капитал. Мы же с вами изучали империализм, как высшее стадии капиталистов. Там очень хороший анализ империализма был дан, и поэтому те пять пунктов характеризующих, помните, да, мы изучали характеризующий империализм, они и к сегодняшнему империализму вполне подходят. Просто изменились условия, изменились как бы лидеры в этих группировках империалистических, а суть-то осталась, то есть правит всем финансовый капитал миром сейчас империалистическим, поэтому суть его не изменилась, я считаю, во всяком случае. А появление ООН как-то на это повлияло? Что ООН ну, ООН как бы это вынужденная была организация, потому что с фашизмом тогда боролись не только Советский Союз, но и некоторые капиталистические государства и как бы под влиянием вот это событие Второй мировой войны, что многие были согласны, что достаточно, надо предотвратить дальнейшие войны, вот с этой целью была создана организация введенных наций, но фактически это сейчас она конечно после развала Советского Союза, который был как бы противовесом нынешнего империализма сейчас конечно ООН как бы пляшет под дудку империализма тут уже никуда не денешься превращаясь в лигу наций ну, можно так назвать если видишь, надо еще характеристику лиги наций кто как понимает дать А хорошо вот раз вы упомянули еще и фашизм во втором вопросе и связали бы с империализмом а не считаете ли что в этой работе Ленина уже есть определение фашизма нет тогда еще фашизма как такового не было он еще не дошел до такой стадии чтобы породить фашизм это произошло несколько позже несколько позже ну и если кого-то интересует формулировка что такое фашизм пожалуйста 7 конгресс коммунистического интернационала Георгий Димитров очень четкую дал формулировку фашизма вот тогда он возник уже только где-то в 20-е годы это понятие возникло в 20-е годы уже прошлого столетия уже после смерти Владимира Ильича поэтому Владимир Ильич нигде в своих работах ни о фашизме не упоминает потому что тогда такого понятия еще не было при нем не существовало то есть на такой стадии как фашизм империализм еще не вырос не дорос тогда тогда получается империализм это не высшее стадия капитализма более высшее стадия это не стадия я может неправильно выразился это не стадия это состояние это как бы состояние когда в условиях как они говорят буржуазной демократии в условиях буржуазной демократии либеральной демократии которая существует во многих странах начинается рост рабочего движения И для того, чтобы с ним справиться, потому что сил у либеральной демократии не хватает, они переходят к методам фашистским для подавления рабочего движения. Настоит добавить у своих настоящего кризиса. Да, конечно, и кризис присутствует. Да, да, да. Конечно, согласен. Ну, уже год, ну, на момент написания работы, да, вот идет уже война. Два, два. И Владимир Ильич пишет, что, извините, что от демократии все эти бужуазные государства отошли в реакцию. Конечно, да. А что-то как не фашизм, когда демократия... Опять, опять, опять надо фронулировку. Давайте фронулировку вернем, Петрова, да. Да, это родишь фашизм, но еще не фашизм. Становление. Что? Фашисты становление. Финансовый капитал есть. Диктатура, ой, это самое, не прикрут и рыта, а диктатура. Демократия меняется. Дело в том, что, давайте так, я могу только сейчас приблизительно, так сказать, сформулировать, что такое фашизм. Вот, надо первоисточнику Георгия Демитра просто сочетать. Но это есть открытая террористическая диктатура, понимаете? То есть, это империализм объявляет открытую террористическую, то есть, террористическую борьбу со всякими освободительными рабочими движениями, представляете? Которая организована вот этим финансовым капиталом, не чем-то еще. Вот, поэтому это, ну, это, как говорится, приблизительно, надо тщательную научную формулировку приводить, чтобы не ошибиться в формулировке фашизма. То есть, это как бы метод борьбы с освободительным движением, с рабочим движением фашизма. Это того же империализма, суть которого, монополистическая сущность, которую дал Владимир Ильич в работе в своей империализме, как высшей стадии капитализма, он не меняет фашизм. Он только методы борьбы с освободительным движением меняет. Особенно с рабочим движением. Вот и все. Так, опять же, начиталось все тогда, да, рабочие демонстрации, голодные буты начали расстреливать. Вот, так точно, да, 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 открытая террористическая, да, да. Получается, зародыш в фашизму от того, что... Ну, конечно, империализм всегда беременен этим делом, но до тех пор, пока он не встречает активного сопротивления рабочего класса, организованного. Как только видит, что есть организованное сопротивление, конечно, он уже сначает диктатуру свою. Потому что в любом классовом государстве, вы же знаете, марксизм, о чем говорит, что в любом классовом государстве для правящего класса демократия, для остальных классов диктатура. А раз в империализме правит класс буржуазии, то, естественно, для него демократия для буржуазии, а для остальных классов, особенно для рабочего класса, как основного антагониста буржуазии, диктатура. И по мере того, что рабочий класс пытается восстановить демократию в том, чтобы установить демократию для себя, естественно, подавление скатывается вот таким методом, как фашизм. Так что не надо говорить, что фашизм это отдельная какая-то форма существования империализма. Нет, это вынужденные методы борьбы с рабочим движением и с демократическим движением тоже. Вот так я понимаю, может быть, чем-то я заблуждаюсь.